Ни для кого не секрет, что в современном мире, в индустрии красоты, клиент выбирает своего мастера через фотографии в социальных сетях. Поэтому развитие своих страничек важно для каждого мастера. На своих обучениях в школе Диметриус я часто вижу мастеров, которые пытаются сделать фотографии своих работ прямо в кресле, на фоне разбросанных инструментов и грязных полотенец. Это при том, что у нас в школе есть штатный фотограф, который может сделать профессиональные фотографии на специальном фоне и правильном освещении. Но, конечно же, не у всех в салоне есть штатный фотограф, поэтому сейчас расскажу вам простые правила, как сделать продающие фотографии в условиях салона. Обязательно фотографируйте свою модель на однотонном фоне, либо используйте пресс-вол. Важно, чтобы не было никаких лишних деталей, отвлекающих внимание от стрижки. Делайте фотографии своих моделей при хорошем освещении, в идеале при дневном. Но так как мы парикмахеры и очень часто любим работать по ночам, то лучше всего приобрести кольцевую лампу, которую можно купить в любом магазине фототоваров. Правильный ракурс. Например, женская стрижка на фото должна напоминать форму капельки. Вы должны повернуть модель так, чтобы показать ключевые элементы стрижки. Например, если это боб-каре, то четкую краевую линию и объемный затылок. И самое важное, помните, что ваша стрижка должна быть идеально доработана, уложена феном и стайлингом. Перед тем, как собираетесь сфотографировать свою модель, хорошо вычешите краевую линию, уберите все торчащие волоски от пробора или задайте нужную текстуру. Можно обработать волосы лаком или жидким блеском. Помните, что доработка и укладка играет огромную роль в создании продающего портфолио. Больше советов и обучающих видео вы сможете увидеть на нашем канале Деметриус Скул. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и вы не пропустите ни одного нашего видео.